То есть я вошел и сел. «Господин репортер, если вы хотите понять, что здесь произошло, давайте начнем с самого начала, то есть с того момента, как я вошел в кафе «Версаль». Итак, я вошел и сел. Подошел официант. «Изволили приехать на Конгресс?» — спросил он, подавая мне книжечку-меню. «Вы уже все про меня знаете», — сказал я. «Однако интересно, откуда?» «Вена — город конгрессов», — сказал он. «Швейцария — страна гор и озер», — сказал я и раскрыл меню. «Рим, если вам угодно, город женщин и велосипедов». «О!» — сказал официант. «Так и есть! Итальянки! О!» «Да-да, разумеется. Америка — край автобанов и куклукскланов. Вена — город кофе и булочек, оперы и психоанализа. Усатого кайзера Франца Иосифа и вечного страха австрияков перед пруссаками. Такими же усатыми. Этого я, конечно, не сказал вслух, хотя хотелось. Странное веселье охватило меня. Хотелось шутить, каламбурить, перебрасываться остротами. Веселье, не подобающее моему возрасту и сану. Поэтому я сказал, «Да-да, конечно, вы угадали. Я приехал на конгресс Европейского совета церквей. Кофе, пожалуйста». «По-венски?» «Ну да, разумеется. Ведь в Вене любой кофе венский. Таково его, как бы это выразиться, гражданство. Ныне в республике, разумеется. В империи таковым было его подданство. Даже турецкий или эспрессо италиано все равно венский. Булочки тоже венские, даже если они французские». Официант уставился на меня, постукивая карандашом по блокноту. «Почти как этот репортер, который не Клопфер». «Что?» — спросил он. «А?» — спросил я. «Так вам кофе по-венски или по-турецки? К сожалению, эспрессо италиано предложить не можем. У нас сломалась машина». Он мне уже надоел. Настырный и тупой одновременно. «Венский кофе по-турецки», — сказал я. Он постоял, почесал нос, поставил в блокноте крестик и ушел. Его долго не было. Я повернулся к стойке. Зал был пустой и полутемный. Хотя, наверное, мне так показалось после яркой улицы. Да еще я сидел лицом к окну. Из окна был неплохой вид, поэтому я лицом к окну и сел. Почти как старая вена. Приятно посмотреть. Вообще, весь квартал очень приятный, потому что старый. Сохранились дома столетней, а то и двухсотлетней давности. Мне кажется, этот квартал нарочно решили оставить в музейном состоянии. Никаких новых домов, никаких этих длинных шестиэтажных фасадов с широченными окнами и квадратными арками. Приятно. Хотя, наверное, лет через десять снова начнут сносить старину, называя ее старьем, и будут строить что-то удобное, практичное, современное и выгодное. И при этом масштабно монументальное в современном немецком стиле. Австрия уже давно была частью Германии. Фактически, практически. Да. Я повернулся к стойке. Но не потому, что кельнер куда-то делся. Я услышал, как сзади кто-то громко хлопает дверью клозета, а потом шагает, отодвигая стулья. Человек подошел к моему столу и остановился, покачиваясь на каблуках. На нем был серый бархатный пиджак, светлая мятая рубашка со шнурком вместо галстука. На лоб падала седеющая прядь. «Вы разве не видите, что здесь занято?» — сказал этот господин. «Я? Что я должен видеть?» Я пожал плечами. «Почему занято?» «Вы, вы!» «Занято, занято!» «Вы что, не видите, что здесь лежит салфетка?» Действительно, сложенная корабликом салфетка торчала около сахарницы. «Моя салфетка!» «Маленькому ребенку или тупому мужику ясно, что столик занят!» Я посмотрел на него еще раз. Это был он. Он засмеялся. «Есть две одинаково глупые фразы. Я думал, что мы не встретимся никогда, или я знал, что мы обязательно встретимся. Рад видеть!» Мы обнялись и первый раз в жизни поцеловались. А вот я знал, что мы встретимся, потому что первый раз мы встретились в тринадцатом году в этом самом кафе, в кафе «Версаль». Я прекрасно помню, как подошел к стойке, спросил кофе и две булочки, выбрал столик у окна, сел. Куфетчик возился с кофейной мельницей. Я положил на стол газету, достал из кармана футляр с трубкой, спички и жестяную коробочку табаку. Набил, зажег спичку, но раздумал курить. Немного побаливал желудок, а курить натощак нездорово. Впрочем, кофе натощак пить нездорово тоже, но я решил сначала съесть одну булку и даже запить ее водою и крикнул официанту, чтобы он принес мне еще стакан воды. Погасил спичку, помотав ею в воздухе, я всегда так гашу спички, сломал ее и кинул в пепельницу. Я часто переламываю пальцами погашенную спичку. Должно быть от того, что правая рука у меня слаба от болезни, или от природы, от природной болезни, так сказать. Пальцы у меня слабы, и мне хочется хоть иногда, хоть что-то слабыми своими пальцами сломать. Вообрази себя сильным на мгновение. Итак, я бросил сломанную спичку в пепельницу и почувствовал, что мне надо по малому делу. Я несколько секунд колебался, потому что по малому делу мне хотелось не очень так уж сильно. Можно было сначала съесть булочку с водою, потом выпить кофе со второй булочкой, потом спокойно выкурить трубку и уже на прощание сходить в клозет. И это было бы тоже неплохо. Но я решил сходить в клозет перед кофе и булочкой, чтобы получить от этого венского завтрака полнейшее удовольствие, не омраченное даже легчайшим тревожным позывом. Эмигранты — народ небогатый, поэтому приходится экономить и рассчитывать все, включая простейший телесный комфорт. Рассудив таким образом, я заткнул набитую трубку, свернутым с бумажной салфетки шариком, чтобы не высыпался табак, положил трубку обратно в футляр, защелкнул, положил в карман, а жестяную табакерку, спички и газету оставил. Спросил у буфетчика про клозет, и он тут же выдал мне пакетик порошкового мыла и маленькое вафельное полотенчика. — Сколько? — спросил я. — Клиентам бесплатно, — сказал он. — Прекрасно. Я долго мыл руки и даже сполоснул лицо перед небольшим зеркалом, по бокам которого были матово вырезаны всегдашние венские плакучие ирисы. Вытерев руки, я бросил полотенце в специальную корзинку сбоку раковины и вернулся в зал. С неудовольствием я увидел, что за моим столиком кто-то сидит. Не доходя до него шагов пяти, я остановился и заложил руки за пояс и покачался на каблуках. Потом кашлянул. Он поднял голову и поглядел на меня с нарочитым равнодушием. Он как будто делал вид, что меня не замечает. Потом скосил глаза в сторону. Я рассмотрел его внимательно. Это был молодой человек, лет двадцати, с небольшим, скорее худощавый, с широким носом и прыщеватым лбом, с черными волосами, которые спускались на лоб, со злыми губами. Глаза же его большие и темные были выразительны и, пожалуй, даже красивы. Они делали его заурядное и нечистое, в самом прямом смысле нечистое лицо, пойти бы ему сейчас умыться. Глаза делали его лицо притягательным и значительным. Щеки его ввалились, шея была цыплячья, но ее окружал почти свежий белый воротничок с бархатным шнурком. Он барабанил по столу пальцами. Руки его были удивительно хороши. Почему-то они напомнили мне руки моего отца, хотя похожего ничего не было. У отца были корявые ручищи с разбитыми, вечно черными ногтями, руки рабочего, мастерового, сапожника. Отец и был сапожником. У него руки пахли дегтем и ржавчиной, кожей и клеем. Но я любил руки отца, любил прижиматься к ним лбом, когда отец, выпив стакан вина после обеда и, выйдя посидеть наружу, вдруг неожиданно задремывал, откинувшись затылком на деревянную стену нашего домика, чуть сползши со стула, сложив руки на животе. А я, тайком приблизившись, играл его руками, целовал и нюхал их. И не было лучше сына в те мгновения, о которых мой бедный папаша так и не узнал, наверное. Один раз, правда, я попробовал ему трезвому руку поцеловать, но он меня грубо и даже испуганно шуганул. Причем тут отцовские руки? Да ни при чем. Просто у этого молодого человека были очень красивые руки. И они мне тоже понравились, как в детстве нравились совсем другие руки моего отца. Даже сердце занялось на полсекунды. А у этого, наверное, пальцы пахли дешевым одеколоном в лучшем случае. И вообще он был похож на венского подонка, кокаиниста и урнинга, какие во множестве шлялись по здешним переулкам. Особенно черные усы. Черные плебейско-негодяйские усики, как у Шарло из комических фильмов. Впрочем, он мог быть и художником. Хотя художник, подонок, какая разница. «Что вы на меня глядите так?» — прервал он молчание. «Этот столик занят», — сказал я. Он молчал. «Столик занят», — повторил я. «Простите», — сказал он. «Вы понимаете по-немецки?» — спросил я. «Разговор велся по-немецки, разумеется. «Понимаю», — сказал он после паузы. «Понимаю также, что немецкий язык для вас неродной. Вы иностранец? Турист? Эмигрант?» «Какое это имеет значение?» — возмутился я. «Я нахожусь в Вене на законных основаниях». «Никакого, совершенно никакого значения», — успокоительно сказал он. «Если у вас есть паспорт, то все в порядке. У нас правовое государство». «Вы собрались проверять у меня паспорт? Тогда прежде предъявите удостоверение полицейского агента». «Я пошутил», — сказал он. «Простите, если слишком резко. Иностранцы бывают излишне чувствительны к нашим безобидным, но грубоватым шуткам». Он голосом подчеркнул слова «иностранцы и наши». «Но вы меня извиняете?» «Скажите, скажите», — напирал он. «Вы меня извиняете?» «Извиняю, разумеется». Я пожал плечами. «Отлично», — сказал он. «Итак, что вам угодно?» «Нет, это вам что угодно», — возмутился я. «Не понимаю ни хрена собачьего», — сказал он на отвратительном венском диалекте. «Внезапно. Только эти слова. Это мой столик». «У вас есть собственность на столике в этом кафе?» — усмехнулся он. «При чем тут собственность? Вы же видите, здесь лежит газета, спички и табак. Ясно, что кто-то уже сидит за этим столиком. Маленькому ребенку ясно. Тупому мужику-крестьянину ясно». Я почему-то стал распаляться. «Любому ясно, что столик занят». Я перевел дыхание, постарался успокоиться, ввести себя в рамки, хотя мне это трудно далось. Обычно меня выводят из себя вот такие мелочи и вот такое непробиваемое хамство. «Я не маленький ребенок и не мужик-крестьянин, как вы изволите видеть», — расхохотался он. «Должно быть, поэтому я так непонятлив». Послушайте, милый молодой человек, здесь, в этом кафе, кроме нас с вами, нет ни одного посетителя. Смотрите, здесь еще... я обернулся. Здесь еще шесть столиков. Вот, например, этот замечательный удобный стол с двумя диванчиками. Чем он вас не устраивает? «Почему надо было непременно садиться за стол, где лежит чужая газета, чужой табак и чужие спички?» «Я просто давно хожу в это кафе», — сказал он, — «и привык сидеть у окна». «Хорошо», — сказал я. «Отлично. Прекрасно. Не драться же мне с вами из-за таких глупостей. Пожалуйста, сидите, любуйтесь пейзажем». Я рукой указал на окно, где виднелся угол стены и кусок мостовой, взял свои пожитки и перенес за другой стол, за тот, с двумя диванчиками. «Господин кельнер», — сказал я буфетчику, — «я пересел вот сюда. Скоро ли мой кофе, моя вода и мои булочки? Воду с булочками сначала, кофе немного погодя». «Момент», — сказал буфетчик, — «один момент». Я вытащил из кармана футляр, вынул из него трубку, выковырил из нее крохотный бумажный кляп. Захотел сразу закурить, что называется, от нервов. Но снова вспомнил, что с утра у меня ничего в желудке не было. Курить натощак вредно, сколько раз самому себе повторять. Поэтому я пристроил трубку в пепельнице, подперев ее спичечной коробкой. Молодой человек подошел к моему столику. «Да», — сказал он, — «вы правы, этот столик гораздо уютнее, и сидеть мягче». И сел напротив меня как раз в тот момент, когда кельнер принес большой стакан воды. Он тотчас же схватил стакан и сделал несколько глотков. Он пил воду, как молоко или как бульон. Казалось, он ее не просто пьет, а насыщается ею. «Что вы на меня смотрите?» — сказал он, отирая воду с усов. «Я заказал себе стакан воды, да, я себе заказал воду, мне так кажется». Мне показалось, что он готов заплакать. Кельнер принес булочки. «Еще четыре булочки, пожалуйста», — сказал я. «Еще кофе со сливками и стакан воды». «Только не надо меня подкармливать», — сказал молодой человек. «Спасибо, впрочем, но подкармливать не надо. Мы съедим все булки пополам. Две до четыре будет шесть. Поделить на два и того по три на брата. Особенное спасибо за кофе со сливками». «Да, мы не познакомились». Он похлопал себя по карманам. «К сожалению, я забыл свои визитные карточки. Вот ведь какая досада». «Ничего», — сказал я. Он приподнялся и с поклоном протянул мне руку. «Адольф Гитлер», — сказал он. «Йозеф Сталин», — сказал я, и сильно закашлялся как раз на слове «Сталин». Так бывает, если долго не закуривать с утра. Утренний кашель курильщика. А может, от внутренней неловкости. Потому что я назвал ему свой псевдоним, который себе придумал буквально месяц назад. Псевдоним, которым собирался подписать свою еще не до конца написанную брошюру о национализме. Потому что Джугашвили было бы для паренька чересчур. А остальные мне уже разонравились. Иванович или Чижиков. Смешно. Я продолжал кашлять. «Выпейте воды», — сказал он. «Да-да». Я глотнул из стакана. «Итальянец?» — спросил он. Возможно, ему послышалось «Толини» или что-то в этом роде. Возможно, так оно и было, потому что я закашлялся, произнося свое новое имя. Субтитры создавал DimaTorzok